Всем привет, родные мои! Сегодня среда, а как мы знаем, среда это маленькая пятница. Соответственно, смена сегодня у меня будет веселая, и заказов должно быть много. Перед началом смены, чтобы пассажирам было комфортно находиться у меня в машине, я протираю дверные карты и весь пластик в салоне. Вот, посмотрите, здесь следы от дождя, а здесь у меня куча пыли. Короче говоря, все выглядит так, как будто здесь уже 300 тысяч пробега. Недавно я для себя открыла очень крутой очиститель-кондиционер пластика от компании Lover. В отличие от всяких беспонтовых полиролей, он удаляет практически все загрязнения на пластике и удаляет въевшийся запах, а также защищает салон от естественного старения и выгорания. Да что тут говорить, просто посмотрите сами. Помните, вот здесь вот были следы от дождя? Посмотрите, после протирания их просто не осталось. А вот что у меня осталось после предыдущей смены. Сейчас посмотрим, поможет ли эта штука избавиться вот от этого вот сдеца. Теперь у меня все чисто в салоне, и я считаю, что это суперкрутой эффект. И в машине теперь будет комфортно находиться как мне, так и пассажирам. Всем советую очиститель-кондиционер пластик от компании Lover. Многие писали в комментариях и спрашивали у меня по поводу самозанятости. Так вот, ребята, отвечаю. Приоритет действительно есть, и благодаря этому приоритету заказов у меня стало гораздо больше. Денежку за заказы я получаю каждый день, ну практически каждый день на свою карту Сбербанка. Помните, в прошлом видосе я говорила про то, что у меня на балансе было 2600 или как-то так. И эти 2600 разбились на две части. Получается, на следующий день мне пришла 1000 рублей. И еще вот на следующий день мне пришло, получается, 1600 рублей. Честно скажу, лично для меня работать самозанятым гораздо проще, потому что я не парюсь за выплаты. Они приходят автоматически. Мне не нужно кому-то писать, самой куда-то заходить, эти выплаты заказывать, как было в моем парке. Все гораздо проще. По налогу хочу сказать, что особой разницы с парком нет. Потому что даже если ваш парк берет всего 2% комиссию, то за вывод вы также платите еще какую-то комиссию, помимо этих 2%. И получается, что то на то и выходит. Вот только работая самозанятым, вы работаете официально. Ну можно так сказать, потому что ваш заработок чистый и вы платите налоги. А в приложении мой налог вы можете отследить все переводы и все посчитать. И это очень удобно. Ну в общем, пока что так. Меня в целом все устраивает. Буду вам дальше рассказывать про плюсы и минусы самозанятых. И вы, пожалуйста, если у вас возникают какие-то вопросы, тоже задавайте мне. Я буду на них отвечать. И еще один момент. Я не могла не сказать про комментарий к моему последнему видосику. Многие писали, что типа, что ты ноешь, не ной, хватит ныть, не устраиваю цены, не работай. Ребят, я с вами, вот лично с вами, кто это написал, я категорически не согласна. Объясняю почему. Вот, значит, смотрите. Вот такой вот заказ, огромный, гигантский, через весь Питер, да, я должна была провести эту посылку. 40 километров. Стоил этот заказ 752 рубля. Комиссия Яндекса 162 рубля. И чистыми от Яндекса я получаю 589 рублей. Но не забываем о том, что 40 километров это же 4 литра бензина. Ну, примерно, да, 4 литра бензина. Умножаем на 43 рубля. Получаем 172 рубля, потраченные на бензин. Получается, 416 рублей. Чистыми вышел тот заказ. И те, кто писал, что я ною, ребята, я не ною. Я констатирую факт, что цены очень маленькие. За целый час, проехав столько километров, я получила всего 416 рублей. И ладно бы я просто проехала. Но я еще поднималась, забирала эту посылку у отправителя. Потом поднималась и отдавала получателю эту посылку. То есть это дополнительное время, дополнительные силы потраченные были также. Но за это все всего лишь получилось 416 рублей. И все те, кто мне писали, что вот у нас там в области, вот ты тут возмущаешься, что зарабатываешь 2400 и тому подобное. Вот у нас в области там за 1000. Ребят, так не сравнивайте. У вас в области одни цены, одни расценки. У нас в Питере другие расценки, понимаете? У вас в области квартиры можно купить там, не знаю, однушку за полтора миллиона. У нас однушку за три миллиона можно купить. Цены у всех разные. Поэтому если вы смотрите мой ролик, находитесь в какой-то глубинке, и сразу у вас ползет желчь по поводу того, что типа, что она там жалуется, 752 рубля за 50 минут. Во-первых, не 752, а с вычетом всех вытекающих, да, получается 416. И я еще не беру амортизацию машины. То не пишите эту желчь. Просто подумайте своей головой, ладно? Все, всех обняла, поцеловала. Можно приступать к началу ролика, ребята. Всем желаю приятного просмотра. Я, как всегда, конечно же, обнулила пробег, чтобы сказать вам, сколько по итогу проехала и потратила объединчика. Время сейчас на самом деле дохрена. Половина седьмого. И я вот только начинаю свою смену. Заказик прилетел, ребята. Приношу свои извинения. Дорога здесь вообще, конечно, не фонтанок. Чего мне к нам встретить? Ну это да. Поплата наличными 136 рублей. 136? Ну что, так мало? Не знаю. Так написано. 136 рублей стоила поездка для пассажиров. Проехали мы 16 километров. По времени 20 минут. Но там было написано, что доход, типа мой доход, 240 рублей. Вот, значит, новый заказ сейчас прилетел. Было очень забавно, когда мужчины все втроем стали смотреть на стрелку мою на спидометре, когда она вот так вот троит. Не понимаю, почему. Просто всегда вот она немножко как-то странно себя ведет. Может быть, вы подскажете, в чем дело, но просто очень смешно, что они стали сразу смотреть на эту стрелочку. Все, всего хорошего вам, счастливо. Сюда у нас красивый таксист, которого мы видим. Спасибо. До свидания. Я самый красивый таксист, которого видели молодые люди. Как приятно. 137 стоимость заказа. Проехали мы 6 километров. Ладно, я нахожусь сейчас на другом конце города. Надеюсь, что прилетит заказ в сторону моего дома, потому что пустой. Не хотелось бы туда ехать, конечно. Ну, сейчас будет по району меня отгонять, да, наверное, заказ прилетел. Алло, девушка, здравствуйте. Алло, девушка? Да, девушка, здравствуйте, да. Да, вы за рулем? Да, я за рулем. А девушка вас ищет. Ну, я стою на указанные вами точки. Я не знаю, между вторым и третьим подъездом. На месте стоите. Сейчас она вас найдет. Ну, хорошо. Ну, точка у меня, короче, стою на вашей точке, которую вы указали. Да, 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 да. Ну, все, хорошо. Меня сейчас удивило реально. Девушка, а вы за рулем, да? Да, я за рулем. Смотрите, здесь точка указана, короче, с другой стороны парадных. То есть, вот, если вы откроете приложение, вы же через телефон заказывали или нет? Или просто звонили? Нет, через телефон заказывал, но девушка вас не может найти. Ну, вот, смотрите, точка, которая у вас указана, она стоит за домом. То есть, не у парадных, а с другой стороны. А, с другой стороны. То есть, мы должны к вам еще идти. Так вы так указали. Не я же сама захотела сюда приехать. Нет, есть адрес. Я указал адрес. Ну, вы указали адрес. И, если, смотрите, я приезжаю не на конкретный адрес, я приезжаю на точку, которая указана в навигаторе. Потому что пассажиры ставят точку. Поэтому я туда и еду. Ну, понимаете? Ну, когда вы ставите адрес, у вас автоматически точка сама ставится. Вы просто должны, например, ну, проверить. Так, а я с вами не ругаюсь. Я вам просто объясняю, что вы указали точку, я на нее приехала. И вы на меня еще наезжаете, что, типа, мы что, к вам еще идти должны? Ну, вы указали сюда точку, я сюда приехала. Понимаете? Поэтому, ну... Я разве сказал, чтобы мы с вами идти в сторону или что-ли? Нет, вы так сказали. Я вам сказала, что, ну, я стою с другой стороны, потому что вы здесь указали. С другой стороны. Да, сейчас только что сказали так. Блин, у меня все на камере записано. Я могу вам переслать запись, и вы сказали, мы к вам еще идти должны? Мы должны к вам еще идти. Вот ваше слово дословно прям вот, ну... Да, что такое? Начинаю все на камере записано. У меня на телефоне все записано. Ну, здорово. Я вас поздравляю. Мне что делать? Скажите, пожалуйста. Девушка, вы где стоите? Я вам объясняю. На вашей указанной точке, с другой стороны дома. С другой стороны дома. Да. Вы смотрели на моей указанной точке, с другой стороны дома? Да, потому что так вот указано было у вас. Нет, так было не указано. Хорошо. Ладно. Мне не сложно подъехать. Просто если вы скажете, подъедьте ко второй парадной, пожалуйста, я подъеду. Извините, там я неправильно указал точку, подъедете ко второй парадной. Мне не сложно подъехать, чтобы ваша девушка не могла подождаться. С этой парадной можно поехать? можно можно подъехать конечно просто можно же так сказать не на меня наезжать я и не я же ставила точку не там указывал хорошо я сейчас подъеду я понимаю что вот да я спокойно абсолютно спокойно так просто можно сказать сразу вот я я вам не про это говорю я говорю про то что я спокойно я вот сейчас у третьей парадной я не знаю где ваша девушка тут никого нет стою жду хорошо давайте если человек указал сюда значит мне нужно подъехать сюда возможно он подойдет отсюда не факт же что он из дома выйдет у меня много таких разных ситуаций было и нужно всегда вот всегда говорю что проверяйте пожалуйста точку правильно ли вы указали и главный мы к вам еще идти должны до представляете должны идти потому что вы так указали точку ну какой-то просто дурдом вот завели меня испортили настроение просто так на ровном месте ну и заказ на самом деле ребят вот сколько я стою здесь жду девушку туда которая потерялась два километра пять минут всего проехать понимать и вот это вот все из-за вот этого всего просто дурдом какой-то реально смотрите уже платное ожидание на шесть минут пошло просто на шесть минут пошло платное ожидание да нет ваши девушки по-прежнему нет я стою у третьей парадной вот она так я не нервничаю вы указали точку на которую я приехала и хотели чтобы я не нервничаю просто нужно проверять точку которую вы указываете понимаете тогда проблем не будет и ваша девушка не будет не мерзнуть ничего ну все хорошо да все хорошо до свидания все нормально самое главное что нашлись с вами не переживайте я спокойно как у нас так что все да нет я всегда в маске с пассажирами потому что все таки коронавирус нужно как-то ну не то чтобы переживая но случай же смертные есть поэтому лучше верить в это ну верю да но люди бы не умирали понимаете если бы это было не так вот это парадная да лёш давай ты выйдешь хорошо еще будет смешно если он здесь неправильно указал адрес мы еще здесь будем его полчаса искать ты же девочка не такая чтобы там хныкать да 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 всего хорошего до свидания 116 рублей стоил заказ потрачено времени здесь просто очень много реально ребят в общем что хочу сказать проверяйте проверяйте точки которые вы указываете и не будет таких ситуаций в принципе просто потому что водитель сразу же приедет за вами и все будет хорошо а вот эти вот разговоры по телефону вечные там недопонимания это все отойдет на второй план и все будет замечательно ой нас везет девушка можно вы без масок мы не болеем у нас это как его до самоизоляция девочки выходите всего хорошего до свидания 88 рублей стоил заказ девчонки такие веселенькие попались сказали что мы проспиртованы маска не нужна все классно заказе прилетел совсем что ли дебила ужас какой это он откуда вы отсюда выехал типа дрифтом просто дебил вообще вот хочется к нему реально сейчас подъехать ему морду вот вот у меня есть этот газовый баллончик и мы просто газовым баллончиком сейчас пронесло вообще просто дебил что он очень похоже что почему на красный вы видели у нас был зеленый мы должны были ехать на зеленый а он на красный мало того вылетел и да и просто вообще охренеть мы просто реально съели оттормозили с вами просто охренеть вообще нет яндекс такси у меня реально хочется вернуться ему забрызгать глаза честно чтоб он больше так не делал меня реально трясет сейчас понимать просто трясет если меня трясет прикиньте как меня сейчас трясет просто охренеть вообще молодец что остановились вовремя а то влетели бы прям туда 521 нет дожить да ну спасибо большое да не надо правда спасибо ситуация была просто ужасная все всего хорошего до свидания спасибо за шоколадку 521 рубль стоила поездка как вы поняли девушка дала мне 511 рублей причем она заведомо знала что ей не хватит на поездку зачем тогда заказывать такси если не хватает так вот ну в принципе вместо 10 рублей девушка оставила мне киндер сюрприз поэтому я не огорчаюсь проехали мы 26 километров по времени 41 минуту ребят ситуация была действительно просто ну просто ужасно у меня нет других слов я меня до сих пор трясет представьте ситуацию да я еду спокойненько там ну где-то 75 да зеленый свет у меня горит все круто прямая дорога и тут какой-то дебил просто вылетает у него красный свет у него красный свет он обклеен короче яндекс такси солярис если не ошибаюсь правда я не смотрела на тачку я смотрела на ситуацию я до сих пор в шоке если честно сейчас заказ сейчас я расскажу вам короче и поеду и он на свой красный свет просто берет и вылетает прикиньте вот то есть ну как бы то ли он хотел повернуть да вот ну как бы в обратное направление мне либо он хотел дрифтом ну короче что я какая картина у меня была перед глазами просто тачка вылетает ее заносит она начинает окружиться прикиньте а я прям еду вот просто в него на скорости 75 километров в час блин оттормаживаюсь я просто охренела мы вот просто вот сейчас бы столкнулись ну что за дебил господи вот просто вы бы знали как я сейчас себя сдерживаю реально я просто ребят вот буквально вот хоп и все и у меня нету блин пол морды машины вот реально ну что за дебил я говорю я хотела вот если бы не было девушки рядом был бы мужик какой-нибудь я бы подъехала или если бы я была одна и забрызгала бы этого дебила окно бы ему разбило я не знаю просто придурок блин вот бывают же такие люди ну ребят я реально в шоке просто меня реально трясет просто трясет меня это ужасно хотя бы на зеленый свет это делал ну там причем за мной еще ехал поток машин господи слава богу что все обошлось просто слава богу реально это просто ужас какой-то я уже готовила к себя к худшему алло алло да здравствуйте еще раз ну смотрите сейчас вот поезд уже больше половины мне кажется там сто пятьсот вагонов прошло но он еще до сих пор не закончился то есть он все идет 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 то есть вот смотрите я не тороплюсь поэтому если не за это переживайте то не переживайте а ну все тогда приеду как приеду все отлично вроде вот сейчас кстати последний вагон был последний вагон все отлично хорошо спасибо большое здравствуйте прошу прощения что заставил меня простите за это переезда дурацкого думал он вечность будет закрыта если честно страшно если бы не ваш милый голос я бы отказался да спасибо большое мне на самом деле забавляет тот факт что я за рулем я же уже 6 лет но на ручке я не могу тронеться с места а ты так хорошо водишь серьезно нифига себе не я с ручкой родилась мне кажется с этой вообще нет а я даже не вся с автоматом я даже не смог знать ну а да ладно я их купил фигеть я не могу ручку вот не могу просто я не понимаю как это возможно как так можно работать с тремя педалями с двумя же удобнее к ножам да с тормой все ну блин а это надо знать когда это нажать когда это нажать это же надо столько операций и в голове делать это время ну сейчас у меня это все на автомате абсолютно происходит я даже не замечаю как я это все делаю то есть это настолько выработано что как бы не знаю поначалу тоже я там глохла и не получала что-то но потом я поначалу тоже глохла а потом тоже глохла так и все так всегда глохла если ты бежать не обижайся класс 187 рублей стоила поездка проехали мы 8 километров по времени 12 минут а сейчас я подведу итоги смотрите мой первый заказ был в 18.32 а мой последний заказ был в час 14 и грубо говоря на линии я 7 часов значит до обнуления у меня 1881 после обнуления у меня 547 и это получается 2428 рублей но не забываем да про бензинчик проехала я 194 километра и это где-то пол бака ну 860 рублей вычитаем из суммы чистого заработка без комиссии и получаем 1568 рублей ребят за 7 часов я заработала вот такие пироги спасибо вам огромное за просмотр если вам понравился мой сегодняшний видосик то что мы делаем конечно ставим лайк вам не сложно а мне очень приятно ну и конечно же пишите комментарии все что вы думаете по поводу сегодняшнего видоса как обычно понравились ли пассажиры особенно та странная парочка которая так никак вообще меня не могла найти пыталась меня потом успокоить хотя я была на самом деле спокойна просто людям объясняла что и как вот пишите короче все я все читаю вы это знаете ну и конечно же подписывайтесь на мой канал если вы на него не подписаны и подписывайтесь на мой инстаграм всех люблю муаа пока пока Пока!